Дневники 30-го кинотавра История одной семьи, оказавшейся запертой в городе из-за холеры С безупречным к тому же кастом, в котором одну из лучших своих ролей сыграл Леонид Ермольник С ним сейчас о фильме и поговорим Леонид Исакович, я-то начну с самого, наверное, простого вопроса Как вам фильм самому? Ой, вы знаете, это вопрос, на который я... Я думал, что когда пройдет показ Потому что это первый показ, который и я на экране первый раз видел До этого мы все... Монтаж Монтаж, да, как продюсер, то, что Валера мне показывал Я думал, что вот это ощущение и понимание, как мне фильм К поздней ночи вчера закончится Нет, ничего, безусловно, мне приятно слышать поздравления Скажем так, обычно поздравляют те, кому фильм понравился, понимаете А те, кому не понравился, они не подходили Они не избегают Они это, может быть Но я думаю, что эта картина в той категории, она не может не нравиться Она может нравиться больше, меньше Больше, меньше быть понятой И больше, меньше понять адрес этой картины И зачем мы картину это сделали Но... Извините, я перебью, хороша или плохо, когда картина не вызывает, ну, таких радикальных, полярных реакций? Ну, эта картина вряд ли Эта картина вряд ли может вызывать полярные Обычно полярные вызывают, когда есть какая-то позиция, связанная со временем, с политикой, с историей Вот, здесь этого нет Это же фильм про время и про семью Здесь не может быть разночтений Потому что во всех семьях это бывает, во всех Мам, ты газеты резала на туалет? А кто же еще режет? Тебе же только тратят Утром кинешься и неочень, сидишь и... Обязательно на полную громкость Я же говорю, что Володя по утрам работает А как же он? Без пианино? Мам, Вове не нужно пианино, он же гений Тебе завидно? Не, я бы повесилась Спекулянт, конечно, лучший Это одесская семья И это имеет одесский колорит Скажем, акцент, язык, место, температура, солнце и так далее, море Я работаю доволен, я это кино очень люблю Я его люблю И это кино очень важное для меня Это кино очень откровенное для меня Я считаю, что вообще само произведение Чем отличается классика от просто как бы Ньюспейпа, да, от газеты Утром в газете, вечером в куплете Классика это то, что не стареет Тема не изживает себя со временем Я могу сказать, что в этой картине Очень много того, что было в 70-м году В нашей стране, да, если говорить вообще И сегодня это и есть Вы сказали, что то, что происходит в картине Бывает во всех семьях При этом мы все понимаем, что это самый личный фильм Валерия Тодоровского И мне всегда интересно, когда режиссер приходит с этой идеей И артисты понимают, что это такой его Амар Корт Или там его Рома, да, и что бы из последних Они начинают испытывать какую-то дополнительную актерскую эмпатию к этому Имеет ли это значение, когда картина личная для режиссера? Это прибавляет только уверенности, веры в то, что все, что там происходит, это правда Потому что это все личное И человек, который может тебя поправить с точки зрения времени, поступка, характера Он как бы очевидец, и он творец, и он перед тобой И, конечно, это невероятно удобно Это делает все происходящее на экране абсолютно достоверным Ну, всегда все, что связано с кино или с театром Есть какая-то фантазийность, и что-то добавляется Есть какие-то вещи, которые могут не вполне соответствовать буквальности в истории Но сочетание, или как бы, когда мы говорим о Валерии Петровиче Тодоровском Если и есть какие-то неточности То он усиливал какие-то вещи, чтобы они были очевиднее и понятнее Вот и все И в персонажах, и в событиях, и в информации Мне было играть очень ответственно, но очень приятно и легко Потому что я, с одной стороны, сыграл человека из детства Валеры Это друг Петра Ефимовича Тодоровского И Валера помнит это И даже Валера мне показывала фотографию этого Григорьевича Но он настолько, этот Григорьевич, похож на моего покойного отца Что я понял, ну, ключик у меня был Я играл отца А еще очень интересно, я думаю, что все нормальные люди это переживают Мы всю жизнь спорим со своими родителями всегда, да Вот эта проблема отцов и детей, ну, не такая буквальная, не литературная А именно жизненная Мы всегда спорим Они всегда нам говорят одно А мы утверждаем, что это было тогда А вот сейчас уже не так И всегда спорим, спорим, спорим Вот И когда папа был жив, я всегда с ним тоже спорил И мы никогда не могли прийти к общему знаменателю А когда папа не стало, я понял, что все, что папа говорил, я тоже так считаю И получается, что я всю жизнь спорил не с отцом, а с самим собой И я понял, что я и состою из своего отца И чем раньше у человека наступает момент, когда он понимает, что родители, это и есть твое начало и продолжение Как ни странно, да Это звучит Это и есть взросление, ум, талант, любовь, чуткость Вот Счастливы те, кто это понимает вовремя Так, может быть, в этом как раз контексте вы сыграли не только отца, как говорите Но и себя через какое-то время Потому что же герой, он старше вас Он старше меня, да Неважно, насколько Мы должны были выглядеть одного возраста и похожего Ну, например, Ксюша Рапопорт, мы считали, что она могла бы быть моей дочкой Женя Брих тем более Вот, а Аллочка, которая по телефону, там как бы вообще все открыто Но, безусловно, я сыграл Ну, вот вчера, кстати, на открытии Петров много про это шутил Что там мы играем сегодняшнее современное кино Это типа себя в предлагаемых обстоятельствах Наверное, говоря об этой роли, которая играл Конечно, в каком-то очень точном, скрупулезном смысле Конечно, я играл себя в предлагаемых обстоятельствах Только я себя сделал старше И поэтому я могу претендовать и надеяться на то, что я правильно сыграл своего отца И я правильно сыграл этого Григория Ощича, который из детства Валера Тодоровского И кроме как исполнителя одной из главных ролей, вы еще в картине продюсер, или со-продюсер? Нет, ну, Валера у меня творческий продюсер, а я финансовый Вот как раз об этом я хотел спросить В чем заключалась ваша продюсерская деятельность? Что именно вы обеспечивали? В том, что я добыл денег на этот проект Ну, если совсем просто Я уговорил, убедил Министерство культуры, в частности, Владимира Ростиславовича Это было нетрудно Нетрудно? Ну, нетрудно, потому что, как бы... Проект дорогой? Ну, относительно дорогой Относительно У нас же, ну, проект дорогой, но он же не... Нет там трюков, нет ничего такого необычного, невероятного, специального Нет, я не считаю, что это проект дорогой И мы его сняли достаточно экономно и правильно Потом, самое главное, то, что... То, что Министерство культуры могло дать, оно нас профинансировало Но это только там пятая часть тех средств, которые необходимы были для фильма Принято считать, что продюсерская деятельность, особенно поиск денег, особенно поиск денег и переговоры с государством, всегда искусство компромисса Было ли нечто подобное у вас на Одессе? С Министерством культуры? Ну, я могу вам сказать, что Министерство культуры, особенно последние годы, заинтересовано в том, чтобы финансировать кино, которое делает большие сборы, то есть имеет хороший прокат Но эта задача, с одной стороны, правильная, с другой стороны, ограничивающая возможности тех художников, которые хотят снимать кино не только про спорт Я так коротко, да? Не только вот такие шоу Не только про танковый биатлон Танковый биатлон И я, поверьте мне, замечательная там картина «Движение вверх», но у нас не «Движение вверх» Это кино про другое И я бы очень хотел, это как бы художественное кино, драматическое кино И я очень хочу, чтобы наш зритель, который ходит и смотрит кино Чтобы он не окончательно разучился смотреть такое кино, чувствовать и понимать А когда вы обсуждаете это, собственно, с Владимиром Ростиславовичем, я имею в виду, как в вашем представлении должна выглядеть идеальная система работы художников и государства На каких основаниях они дают деньги? Чем они руководствуются? Не просто же личным вкусом министра культуры? Нет, нет, я могу вам сказать даже, я вам отвечу так Почему сегодня с каждым годом все меньше и меньше зрителей, которые могут смотреть и хотят смотреть серьезное кино? Виной, прежде всего, средства массовой информации и телевидения Та безнравственность, которая... Телевидение, ну, нельзя, по всем каналам бесконечно идут шоу, в которых такое количество безнравственности, бестактности Отсутствие стеснения, воспитания и так далее, и так далее, но я не буду расшифровывать И здесь нет исключений, по всем каналам Вот, или нас долбят политикой, да, и буквально новостями, притом сразу высказывая мнение Называя кто, подшучивая и так далее, и так далее Потом через три дня извиняются перед кем-то Я уже не говорю о том, что разбираются в биографиях людей Кто с кем жил, кто это, как зарабатывал деньги, почему развелся, чей сын Это все, это телевидение делает зрителя, который не хочет погружаться глубже И понимать причинно-следственную связь Так, и логично тогда в этой ситуации, чтобы государство, наоборот, поддерживало Ну, как бы серьезный, осмысленный кинематограф А вот то, которое приносит деньги, оно ее уже снимет Это называется как бы авторское кино, да, но... И, конечно, безусловно, авторское кино очень важно Если мы говорим об искусстве, о художественном кино Мам, Володя сейчас вообще не пьет, кому-то не ясно? А я что говорю? Бонжорик, как выпьет и давай, пока с милицией не прибегут А вам уж больше лежит, ну, Бусь, кому жалко Мама, еще одно слово на эту тему, мы собираем вещи и уезжаем Возможности государства не безграничны Здесь нужно делать все изначально Нужно менять способ передачи информации на телевидение Если серьезно говорить Мы же чем все гордимся, что у нас, наконец, наступило время, все можно Да? И наступило то время, мы насладились этой свободой Свободой слова Свободой высказывания собственного мнения во всех сферах Вот И у меня периодически бывает ощущение, что я бы Ну, я как раз то поколение, которое больше всех радовалось, что все можно Наконец Да? Не фигу в кармане держать Я же еще таганковский, понимаете? Когда Юрий Петрович Любимов придумал так, что Вроде он сказал Дурак не понял, а умный просек Вот Нужно все сделать так Я бы запрещал уже сегодня очень многие вещи А в воспитательных целях, культурных целях Я бы ввел какой-то ценз, о чем можно говорить на телевидении, о чем нельзя То есть правильно ли я понимаю вашу логику? Что меняется телевидение, зритель воспитывается Оно изменилось 20 лет Нет, я имею в виду в идеальном мире Меняется телевидение, зритель воспитывается Зритель начинает ходить на серьезное авторское кино Авторское кино начинает приносить деньги Этим устраивает Министерство культуры И оно начинает его финансировать Да, но понимаете, до какой степени Нормальное восприятие зрителей Разрушалось лет 30 С момента мебельных магазинов Когда в кинотеатрах Открылись мебельные магазины И магазин по продаже автомобилей 90-е годы, понимаете? Когда все рухнуло Вот Значит, уже этому процессу 30 лет Я думаю, что обратная дорога Она короче не будет Чтобы все восстановить И все сделать нормальным И чтобы культура была культурной Ну, да, извините за тавтологию и шутку Но действительно Телевизор, люди Телевизор и интернет тоже, да? Люди смотрят намного чаще, чем кино Это впитывается Но Еще один пример приведу Сегодня, когда вам по телевизору Показывают оторванные руки Головы Казни и так далее Это все Показывается в открытую И это никого уже не смущает А я помню то время, когда На экране показывали укол или операцию Многим нужно было нюхать на шаты То есть людей сделали сегодня Ничего не чувствующим Человек сегодня чувствует боль И страх только тогда Когда это касается его лично Вот и все А то, что показывают Вроде это не с тобой Не сейчас Не здесь И так далее Долгий вы, конечно, путь описываете Мне кажется, можно было просто давать деньги Хорошим режиссерам Но Стараются это делать Стараются Мы же не жалуемся с Валерием Петровичем Что он нас игнорирует Нам дают И, конечно, авторское кино тоже дают деньги Главное Еще раз Гением будет тот человек Который спровоцирует зритель На более тщательное отношение к кино На более серьезное Но не только экшен смотреть, грубо говоря Да? Ой, мы только за Спасибо вам большое Спасибо Надеюсь, что я ответил на ваши вопросы Не знаю до какой степени точно Потому что точных ответов, наверное, я и не знаю Надеемся, что в полной степени честно Честно абсолютно Спасибо Спасибо